Аплодисменты Пробки Крутое Ну, если вам нравится в пробках, окей Уточните Женщины У нас самые красивые женщины В нашем мегаполисе Но вот, к сожалению, все остальное Не очень А именно, нам постоянно Мы постоянно куда-то бежим Первым сесть в метро Подрезать кого-нибудь в пробке Посмотреть Давай, до свидания Или деньги надо Или еще что-то надо Мы всегда куда-то бежим Но проблема в том, что мы не находим Времени на себя А точнее на то, чтобы Подумать о простых вопросах Эти простые вопросы Которые я хочу, чтобы мы задумались Уже сейчас, это Как мы себя чувствуем Что мы делаем Где мы сейчас И с кем мы Мне хорошо, потому что я здесь На TEDx Или потому что рядом Сидит хороший друг Мне плохо, потому что я В офисе Или потому что Просто у меня неудобный стул Я доволен жизнью Потому что я делаю то, что могу Или то, что хочу Вот эти вопросы Это вопросы, которые мне задался Шесть лет назад Когда прочитал книгу Одного известного автора С очень классной фамилией Чиксент Михай Возможно, что именно благодаря Этим вопросам И тому, что я задумался Я теперь не преподаю в МГУ И высшей школе экономики Возможно, именно поэтому Я ушел из крупной компании В эпоху кризиса И создал свою Возможно, в конце концов Именно поэтому Я сейчас здесь Стою перед вами И это рассказываю Потому что я задался Этими вопросами Чиксент Михай Говорит, что Самое главное в жизни Если вы хотите радоваться Это пристально Обратить пристальное внимание На себя На то, от чего Зависите вы От чего зависит Ваше настроение Что вы делаете Насколько хорошо Вам с этим У меня было так У меня была подруга Знакомая Лена И мы придумали с ней Неплохой эксперимент Идея очень простая Присылаем Сложно отвечать На вопросы Самому себе Мы присылали Друг другу смски В случайное время С таким дурацким словом Которое Максу Очень понравилось Он даже применил В одной конференции Пью-пью Приходит вам Пью-пью Вы вытаскиваете Айфон И записываете Ответы на эти вопросы После сотен Или 150 Таких пью-пью Я понял Одну простую вещь Я очень люблю Преподавать Но я люблю Преподавать Только тем Кто хочет И может И слушать Я готов Это делать Только для людей Которые Хотят что-то сделать Это был Мой личный Эксперимент Но мне же Этого мало Я подумал Что не я Один должен Задаваться Этими вопросами Но это должно Быть очень легко Это не должно Быть Я не должен Искать Ежедневник Чтобы это записать Я ни в коем случае Не должен Делать так Чтобы Записывал Своё настроение От чего оно зависит Тогда когда я хочу Как это мы делаем С ежедневником Это должно быть По-другому Меня должны Ловить В разные моменты Времени И я должен Отвечать на эти вопросы Недолго думая Мои коллеги Ваня и Света Придумали Мобильное приложение Которое делает это Мои другие коллеги Олег и его команда Собрали И за три недели Реализовали это приложение О боже Мы попали Мы взяли второе место В App Store В Lifestyle категории В России Я понял Что люди Хотят Разбираться В себе В своем настроении И понимать От чего оно зависит А значит Начать управлять Я начал развивать Эту мысль И после двух Я подумал о том Что было бы прикольно Сделать простой эксперимент Кто-то смотрел фильм Paid Forward Отлично Вы, наверное, помните Как нужно доставлять счастье Если это счастье Будет доставлено кому-то Оно передастся дальше И так далее Как в простой жизни нашей Реализовать эту мысль Очень просто Давайте возьмем И случайным образом Из своей адресной книжки Выберем три контакта И положим им Сто рублей на см На телефон И пришлем простой см Ты знаешь Мы проводим эксперимент счастья Который называется Передай другому Только не мне Передай любому другому Эту радость Сегодняшнего дня И посмотри Что будет Ой, ребят Что было Ну, вы только представьте К вам приходит Сначала Девяносто семь рублей Пятьдесят копеек Ну, киви, понятно Берет свое А потом Приходит такая смс Одни звонили Мне говорят Байрам Че за развод опять Че за фигня Ты че Моя знакомая Сказала Что у нее Она в это время Принимала роды У свиньи Которая родила Одиннадцать поросят И тут приходит Такое счастье Представьте Момент ее переживания Ну, был такой переполох Но мне кажется Самое важное в жизни Это и есть переполох Чтобы мы не делали Как автоматы И роботы И андроиды Чтобы мы немножко Задумывались о себе И о других Немножко разнообразили Эту жизнь Но Двадцать нам тоже Было мало И Мой коллега Денис Говорит Байрам А что типа двадцать Давай Инновации Давай в десять раз Увеличим эту цифру Я говорю Ну, блин Мы не наберем Двести человек Он говорит Почему Давай бросим клич Мы решили Сделать простой эксперимент Пять раз в день Присылаем смс Эксперимент назвали Хэппи И просим ответить На эти вопросы Кстати, есть кто Участвовал в этом эксперименте Здесь Я вижу как минимум Человек десять Каждый день приходили Вопросы Кстати, у нас были Из России Из Туркмении Ну, из Туркмении Понятно, да Почему Из Украины Польша Швейцария Нидерланды Чехия Люди из этих стран Хотели Получать И отвечать на эти вопросы На эти простые вопросы И думать о своем настроении Видите возрастной состав Видите Сколько у нас было женщин Кстати, женщины Они не только Самые красивые В московском мегаполисе Они еще больше всего Задумаются о себе И мы получили Очень интересные результаты Результат номер один Как вы думаете Когда у нас Самое классное настроение Один ресторан Возвел это вообще В рамки религии Thanks God It's Friday В пятницу Видимо у всех Ближе к вечеру Во второй половине дня Если быть точным Поднимается уровень Энергии И настроения Всем понятно? А теперь вы Наверное Логически Вы видите Когда самое плохое Нет, нет Не в понедельник В воскресенье вечером Совершенно верно Блин Завтра 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 Опять Понедельник И это действительно Но были Более Интересные Результаты Например И одинокие Меня сейчас поймут Люди Семейные Чувствуют себя В целом Лучше Чем люди Одинокие Я даже задумался О том Чтобы наконец Жениться Люди Чаще испытывают Отличное настроение Когда бывают С друзьями Как вы думаете Почему? Потому что Друзья Это не так Часто может быть Друзья Это что-то Необычное И друзья Это что-то Тусочное Ну и догадайтесь Какое самое Любимое занятие В пятницу Вечером было В России Конечно Развлекаясь На вечеринке А не то Что вы подумали Развивая Эту мысль То есть Еще раз Два Второе место Двадцать Человек Передай другому Только не мне Двести В эксперименте Хэппи Но я бы хотел Чтобы Об этом задумывалось Больше людей И теперь Не в десять раз А в двадцать тысяч Я хочу Чтобы двадцать тысяч Людей Задалось этим вопросом И мы начинаем Собирать этих Двадцать тысяч Людей Если вы Один из таких Людей Телефон На который Можно бросить СМС Она Не платная Настолько Насколько Вы думаете Мы Ни в коем Случа Не хотим Окупить эту конференцию Но Если Если вы Предпочитаете Более Технологичные Инновационные Способы То Вам просто Нужно будет Написать Вот видите Здесь Инфлоу Написать На любой Какой вам Придет В голову Адрес С окончанием Инфлоу Точка Моби И вы будете В эксперименте До конца июля Я вам говорю Мы наберем Этих людей И Двадцать тысяч Людей Станут Чуть-чуть Счастливее Знаете почему? Потому что Все кто участвовал В нашем эксперименте Сказали Байрам Только потому что Мы участвовали В этом эксперименте Мы чувствовали себя Счастливее Будьте счастливы Пока Спасибо